Здравствуйте, с вами вновь Алена Кэролл. Сегодня я покажу вам, как правильно разобрать предложение. Этот вид разбора называется синтаксический и обычно обозначается цифрой 4. Синтаксический разбор предложения есть в любой контрольной работе, в любом диктанте с грамматическим заданием, в любом экзамене, поэтому отнеситесь к нему серьезно. Я даю пример разбора для начальной и средней школы, но разбор, собственно, делается точно по этому же плану и в старшей школе. Однако в сложном предложении каждое простое предложение разбирается вот по этому плану. Синтаксический разбор предложения начинаем с нахождения грамматической основы. Грамматическая основа состоит из подлежащего и сказуемого. Итак, первое, задаем себе вопрос, о ком или о чем говорится в предложении. Находим это слово, для проверки задаем вопрос подлежащего, кто или что. Если слово отвечает на этот вопрос, это подлежащее. Обратите внимание, что подлежащее может быть не одно, могут быть однородные подлежащие. Дальше смотрим, что говорится в предложении о подлежащем. Задаем вопросы, что делает или делала, что сделает, каков предмет, что такое предмет, в каком состоянии находится. Слово, которое отвечает на эти вопросы, будет сказуемым. Не забывайте, что сказуемых может быть не одно, то есть однородные сказуемые. Да, подлежащее подчеркиваем одной чертой, а сказуемое подчеркиваем двумя очертами. Итак, мы нашли грамматическую основу. После того, как вы нашли грамматическую основу, порядок разбора следующий. Сначала вы задаете вопросы от подлежащего. Пока вы можете их задавать каким-то словом, задаете. Когда вы видите, что от подлежащего никакому слову задать вопрос нельзя, вы перейдете к сказуемому и зададите все возможные вопросы от сказуемого. Итак, если мы задаем вопрос от подлежащего, какой, чей, то это определение. Все время держите в голове, что каждый член предложения может быть однородным. Это определение, подчеркиваю его волнистой линией. Дальше могу задать вопрос от подлежащего, вопросы косвенных падежей. Косвенные падежи – это все, кроме именительного. То есть вопросы кого, чего, кому, чему, кем, чем и так далее. Если какое-то слово отвечает на него, то это дополнение. И подчеркивается оно пунктирной линией. Если от подлежащего нельзя задать больше вопросов или вообще нельзя задать, то мы переходим к сказуемому. Задаю вопрос от сказуемого. Например, вопросы косвенных падежей. Это дополнение или однородное дополнение, помните об этом, подчеркиваю пунктирная линия. Задаю вопрос от сказуемого. Где, куда, откуда, когда, как, от чего, почему, зачем, в какой степени, на сколько. Это обстоятельство или однородное обстоятельство. Подчеркиваю точка тире. Дальше. Если у вас остались еще неразобранные члены предложения, второстепенные, вы начинаете задавать от второстепенного члена предложения к второстепенному вопросу. Задаю вопросы от второстепенных членов предложения. Какой, чей определение или однородное определение, подчеркиваю, волнистая линия. Вопросы косвенных падежей, дополнения или однородные дополнения, подчеркиваю, пунктиром. Вопросы где, куда, откуда, когда, как, от чего, почему, зачем, в какой степени, на сколько, обстоятельства или однородные обстоятельства, подчеркиваю, точка тире. Мы еще не завершили синтаксический разбор. Мы пока нашли, только выделили, подчеркнули все члены предложения. Теперь нам надо охарактеризовать предложение, описать. Обычно описание вы делаете в скобочках после предложения. Сначала определяете тип предложения по цели высказывания. Оно может быть повествовательное, вопросительное, побудительное. Записывайте в скобках. Затем определяете тип предложения по интонации. Восклицательное оно или не восклицательное. Следующее. Определяете тип предложения по количеству грамматических основ. Если одна основа, простое предложение. Если более основ, сложное предложение. Определяете тип предложения по наличию второстепенных членов. Если есть хотя бы один второстепенный член предложения, то оно, предложение, уже распространенное. Если же ни одного нет, кроме грамматической основы, значит оно не распространенное. Записывайте это в скобках. Затем определяйте, осложнено ли предложение однородными членами предложения, например, обращениями. И дальше в средней и старшей школе, например, вводными словами, причастными, депричастными оборотами. Если осложнено, в скобках вы записываете «осложнено». Если же у вас нет ничего такого, значит оно не осложнено. Все, характеристика предложения и его разбор закончился. Сделаем синтаксический разбор предложения. Ручей то исчезал во мху, то мелькал среди камней, то небольшим водопадом прыгал с уступов. О чем говорится в предложении? О ручье. Что ручей? Это подлежащее, подчеркиваю, одной чертой. Что говорится об этом подлежащем? Ручей что делал? Исчезал, мелькал, прыгал. Это однородные сказуемые. Их соединяет повторяющийся союз 100. Подчеркиваю, сказуемые двумя чертами. А союзы обвожу кружками. Задаю вопрос от подлежащего. От подлежащего вопрос задать нельзя. Задаю вопросы от сказуемых. Исчезал где? Во мху. Это обстоятельство. Подчеркиваю, точка тире. Мелькал где? Среди камней. Это обстоятельство. Подчеркиваю, точка тире. Прыгал откуда? С уступов. Это обстоятельство. Подчеркиваю, точка тире. Прыгал как? Каким образом? Водопадом. Это обстоятельство. Подчеркиваю, точка тире. Больше отсказуемого вопроса задать нельзя. Задаю вопросы от второстепенных членов предложения. Водопадом. Каким? Небольшим. Это определение. Подчеркиваю, волнистая линия. А теперь характеристика предложения. По цели высказывания предложение повествовательное. Записываю в скобочках. По интонации предложение невосклицательное. Пишу через запятую в скобочках. По наличию количества грамматических основ предложение простое. Одна грамматическая основа. По наличию второстепенных членов предложения. Продолжение распространенное. Здесь много второстепенных членов предложения. По наличию однородных предложений. Предложение осложнено однородными, сказуемыми. Тоже записываю в скобочках. Все. Наш разбор завершен. Спасибо за внимание. Поделитесь с друзьями этой информацией. Не забудьте включить колокольчик этого уведомления. Поставить большой палец вверх. Я думаю, что видео вам очень полезно. Пишите в комментариях, какой вид разбора вас затрудняет. Я непременно сделаю для вас поргалку. С вами Алена Кэррол.